Вы что, еще не завели бройлеров? Три залога успеха, и у вас будет просто шикарная курица через 45 дней. Антибиотиков мы не используем вообще. У нас подержа нету от слова совсем. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Рыжего Фермера, и сегодня новый влог. И будет он посвящен, знаете кому? Бройлерам. Вы что, еще не завели бройлеров? Сейчас я вам все расскажу. А пока что... Эй, что успокоились-то? Василиса улыбается. Поехали. Мы выращиваем три вида куриц. Это у нас КОП-500, РОС-308 и ХАБАРТ. Дело в том, что мы выращиваем эти три вида. Во-первых, они самые распространенные. Во-вторых, они есть в наличии как птенцы, так и яйцо в России. Можно найти. В том году начали первые партии сами инкубировать. А вообще, мы раньше всегда покупали суточных цыплят. Вообще, я считаю, что залог успеха вырастить хорошую курицу, это нужно найти грамотного поставщика, либо яйца, либо цыпленка. Потому что от здоровья цыпленка, ну, вы сами понимаете, зависит очень многое. И изначально, когда мы только-только пришли в эту профессию, мы покупали птенцов, получается, на птицефабриках. Так называемый шлейф называется, да? То есть, вот они производят, инкубируют птицу, хороших петушков себе забирают. А различные такие, которые непонятно какие, то есть, у них же глаз наметан, они сразу видят по цыплятам, кто будет расти, кто не будет расти. И вот некий такой, скажем, вот называется шлейф или брак, они продавали населению. Я, как сейчас помню, продавался 21 рубль цыпленок. Это было, ну, лет 7 назад. Вот, сейчас, конечно, цены уже совершенно другие. В том году мы, по-моему, покупали по 45 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, короче, цены постоянно растут. И нам казалось, ну, птицафабрика продает. Ну, не может быть плохого материала. И в итоге у нас птица, там, знаете, 80% падежа. Просто мы не понимали. 80% падежа, а 20% вырастают до определенного момента. Вот, знаете, цыплятки такие, корнишонечки, и все, и больше не растут. И мы тогда на себя грешили, что мы что-то не то делаем. А на самом деле проблема в птенцах. Так вот, с чего нужно начать выращивание бролеров? Это нужно найти хорошего поставщика цыплят, который, да, сам может инкубирует. Тут у нас женщина, она сама инкубирует, заказывает яйцо и продает население. Да, птенцы чуть дороже. Но падежа вообще практически нету. Один, дай бог, там, из ста. И то по своим каким-то, знаете, собственным причинам, не нас касающихся. Шикарно набирают, шикарно растут, никаких проблем нету. Что вообще бролерам надо? Это хороший птенец, теплое помещение, которое будет соответствовать, да, его норме, и хороший комбикорм. Три залога успеха, и у вас будет просто шикарная курица. Через 45 дней, каждые 45 дней вы можете себе курочку на стол, собственно, полезную, экологическую, чистую класть. Вот. Смотрите, ну, допустим, мы нашли хорошего поставщика, да, как же выбрать цыплят? Ну, вообще, у хорошего поставщика все цыплят должны быть хорошие, да? Он должен сам вам выдавать, но если у вас нет такой возможности, вы покупаете где-то на авито, вот вы приезжаете к покупателю, вот к продавцу, и он вам говорит, ну, выбирайте. Как, собственно, мы выбираем цыплят? У нас, конечно, цыплята уже недельного возраста. Я стала поздно снимать этот влог, она была, конечно, когда они суточные прям. Но, что есть. В общем, мы смотрим на внешний вид цыпленка. Он должен быть у нас, его пушочек вот этот вот, он должен быть чистенький, нигде не залежавшийся, никаких залысинок быть не должно. Он должен быть хорошенький такой, пушистенький и цыпленок. Далее, у нас на клювике в первые сутки, суточных цыплят мы же покупаем, да? В первые сутки у цыплят на клювике есть такой небольшой наростик, он называется яйцевой зуб, эмбриональный зуб. И, собственно, он отваливается в первые там 1-3 дня. То есть вы также смотрите, если вы покупаете суточного цыпленка, вы должны посмотреть, есть ли у него вот этот вот, собственно, клювик на носу. Далее, мы обязательно переворачиваем вот так вот цыпленочка, конечно, суточных переворачиваем, это намного проще. И мы смотрим на животик и смотрим на клаку. На животике у нас должно быть все пушистенькое, не должно ничего проглядывать. Если вы видите такой раздутый пупок, то лучше, конечно, таких брать не нужно. Не лучше, а вообще не берите, да? Вот, главное, чтобы у них вот шерточка была, пушочек был ровненький, гладенький. Также мы смотрим на клаку, она тоже должна быть заросшая, не должно быть ни каких-то остатков каловых, ничего. У них хорошенькая пушистенькая попка. Цыплята суточные, они такие прям электровененькие, то есть они постоянно что-то суетятся, что-то шебутные, что-то все им надо, они все пробуют, смотрят. То есть вы тоже смотрите. И также осматриваем глаза и клюв. Ничего не должно сочиться, все должно быть открыто, клювик должен быть чистый. То есть, вот. И, собственно, по таким критериям мы выбираем цыпленка. А, также, да, смотрите на ножки, чтобы ножки были не иксиком, а чтобы ножки были обычные, нормальные, ровненькие ножки. Вот. Потому что бывает, что они, знаете, проваливаются, например, вот так вот, или в другую сторону. Вот. Нет, вот, обычный хороший цыпленочек. Дальше мы с вами купили цыплят. Что мы делаем дальше? Куда мы их везем? Какие условия? Вот так вот выглядят наши импровизированные брудеры. Мы за 8 лет, знаете, выращивали в различных условиях и покупали уже готовые железные брудеры. И в итоге мы вот уже последние года 3, наверное, выращиваем в таких клетках. То есть, это, получается, деревянный каркас, стены зашиты ЦСП. Вот здесь вот две тепловые лампы. Инфокрасные, которые очень хорошо греют, обязательно цыплятам мы ставим. Одна дает, которая, свет. Собственно, на полу у нас жесткая решетка-сетка, которая и лапы птенцов не проваливаются. И, собственно, помет хорошо проваливается, очень удобно. Заметьте, как у нас открывается дверца. То есть, она сверху открывается вниз. Это тоже очень удобно, потому что, когда ты приходишь, например, насыпать корм или воду, да, бройлеры бывают голодные, и они прямо к человеку бегут, бегут, бегут. И, то есть, если мы открываем вот так вот дверцу снизу вверх, то есть вероятность, что птензи у нас просто попадают. А вот так вот мы открываем, они у нас не выпадают, они у нас прыгают на вот эту решетку. Мы рукой убираем, да, и все это делаем, обслуживаем. Поэтому вот такой вид открывания очень удобен. Защелки с двух сторон. Также у нас внизу есть небольшой, мне кажется, сантиметров 15-20 здесь расстояние, куда падает помет. У нас тут специальный материал, не протекающий. И, собственно, сюда все падает. Мы просыпаем пол немножечко опилками, чтобы еще вдобавочно впитывалась жидкость, да. И вот помет. Помет вот так вот за сутки он высыхает, и он практически сухой. Убирается у нас каждый день. Каждый день это и проще, меньше запаха, меньше муха, меньше бактерий и так далее. И комфортнее находиться. Вот я сейчас стою в бройлернике. Кто выращивал бройлеров, тот знает, как они воняют. Я стою, конечно, для городского жителя здесь будет неприятно. Но я знаю, что такое неприятно, когда бройлеры выращиваются на подстилке подножной. Ну, то есть они просто на полу содержатся. И когда нет возможности все это чистить, и когда много бройлеров, и когда они взрослые, они какают очень много. И когда ты заходишь, у тебя прям глаз срежет от аммиака. Ну, то есть, это были наши первые года выращивания, мы тогда вообще не знали, что как делать. Мы тогда офигели, конечно, от напольного содержания. Бройлеров я советую выращивать только в клетках. Только. Не сушек, конечно, напольных. Бройлеров только в клетках. Это очень удобно, экономит время, меньше подержа. Им комфортнее, поверьте, в чистоте жить. И нам убираться, и вообще находиться здесь. Нижний ярус, тут тоже живут бройлеры. Обычно мы берем 100 голов и по 50 кидаем в клетки. У нас также еще там клетки есть, и здесь мы временно разобрали. Вот. То есть, мы берем партию 100 штук и раскидываем в клетку по 50 штук. Сейчас они сидят у нас все 100 штук в одной клетке, пока им хватает времени. Почему мы пересадили в данный момент? Потому что холодно у нас ударили морозы, перебои с электроэнергией. Естественно, клетка, которая ниже, она более холодная. Поэтому мы решили подстраховаться. Посадили их пока всех наверх. Сейчас, чуть попозже, они станут повзрослее. Им уже температуры будет хватать более низкой. То есть, во время перепада электроэнергии они спокойно смогут существовать какое-то время. И мы их пересадим. Какая должна быть температура? Температура у бролеров должна быть высокая. Это один из таких вот важных моментов. И один из минусов, почему сложно заводить бролеров зимой. Потому что обеспечить им высокую температуру сложновато. Но я вам сейчас прикрепляю табличку. И, собственно, здесь вот, которой мы руководствуемся, табличка по возрасту бролера и какая температура им нужна. У нас вот есть небольшой лайфхак, который мы тоже давно пользуемся. Так как у нас пол дырявый, ну, то есть, да, решетка. И создать даже вот в таких условиях, как у нас, да, у нас хорошие, считай, условия, создать нормальную температуру нужную в первые дни. У нас там вообще высоченная. Сложно. Потому что дырявая решетка, ну, все уходит. Под лампой места мало, всем не хватает. Мы что делаем? Мы берем газету обычную и застилаем пол. Мы, кстати, раскидываем подножье корм. Он не проваливается, потому что птенцы суточные в кормушках не всегда могут сразу найти корм. А кушать они должны максимально быстро. А то, что валяется у них под ногами, они быстро начинают кушать. Поэтому мы вот застилаем газетой, раскидываем корм. И плюс у них лапы более меньше, более маленькие лапы у суточных, да. Они, конечно, не проваливаются, но все равно им бескомфортно. То есть это и для лап комфортнее, и это намного теплее. То есть и потом, допустим, там через 3-4 дня мы просто снимаем эту газету, ставим кормушки, ставим заново поилки, да, и все, они отлично функционируют. То есть регулируем температуру вот такими газетными листами. Вот кому нужно, берите на заветку. Кормление. Кормление у нас, естественно, комбикорм. То есть мы не делаем никакие мешанки, ничего. Мы выбрали хороший комбикорм. Комбикорм у нас южная корона. Комбикорм хороший, без каких-то гормонов, без антибиотиков. То есть у них состав прозрачный, все написано на упаковке. У них в состав входит пребиотик, который нужен нашим цыплятам, да. И, собственно, в первое время, первые две недели они кушают старт. Старт, там у них маленькие гранулки. И дальше уже тоже прикрепляю вам табличку, где, собственно, все прописано, когда, какой комбикорм нужно давать. Первые три дня по выпойке мы создаем нужную температуру. Мы добавляем в воду теплая водичка, сладкая, для того, чтобы у них быстрее желток рассасывался. Они были впоследствии более здоровые и был минимальный падеж или не было бы его вообще. Что вы там деретесь, я не могу понять. Нормально же жили. Кто орет-то все, как-то там очень болтливый, никого не давят, все нормально стоят. Нет, кто-то там орет. Сладкая водичка. На литр воды мы добавляем либо столовую ложку меда, либо сахара. То есть и три дня мы выпаиваем цыплят этой сладкой водичкой, для того, чтобы у них быстрее рассасывался желток. И впоследствии был минимальный падеж или отсутствовал вообще, чтобы они были крепенькие, чтобы они были славненькие, хорошенькие. Хорошо набирали, хороший был аппетит у них, хорошо набирали вес. Еще, кстати, можно глюкозу добавлять. И через три дня, мы три дня пропили сладкой водой и еще три дня последующие, то есть получается четвертый, пятый и шестой день, мы пропаиваем чектоником. Это витамины, очень классный витамин у кого птицы, в любом случае заказывайте, вам пригодится. Вот, период линек давать и так далее. Так вот, у нас падежа нету от слова совсем. Ну, это говорю, со ста один-два умрут по собственным каких-то их личным причинам. Комбикорм у нас хороший. Антибиотик мы не используем вообще. Вот тоже, ну, я часто слышу мнение, ну, говорили, когда мы раньше покупали тенцов, три дня выпаите вот это левомицилом, по-моему, называется таблетки. Блин, а я как бы к этому так отношусь не очень. Мне кажется, что лучше уж пусть птица сдохнет, чем она будет пропой на антибиотику. Ну, это чисто мое мнение, потому что мы эту курицу сами едим и не только ее продаем. У нас не такие объемы, знаете, как там птицефабрика, где, да, мы можем, вот если там не пропоем, один заболеет и сдохнут все огромные убытки. У нас небольшое количество, мы можем себе позволить, если что, да, и что-то потерять, принести небольшой убыток. Но последние вот много лет мы выращиваем отлично, без антибиотиков. Имеется в виду, мы всегда без антибиотиков выращивали. Просто раньше они у нас сдохли от того, что то птенцы были не очень, то корм не очень, знаете. А сейчас мы все составляющие сделали, и мы делали, то условия не очень. Сейчас мы все это по полочкам разложили, у нас есть определенная схема, и у нас все шикарно и без дополнительных пропоек. Даша, я завела бролеров, а они у меня облысели. Так вот, у бролеров это нормальная история. Нормально, что у них есть переходный возраст, и они лысеют. Взрослые курицы, когда они уже становятся, да, там, в 40 дней примерно, они бывают вообще залысенными, и это нормально. То есть, ну, это вот такие вот они бролеры. Они идут в мясо, а не в красоту внешнего вида. То есть, это вообще в порядке нормы. И когда маленькие птенчики приходят, они такие сладкие, такие комочки, ой, желтенькие солнышки, через 10 дней, знаете, их никто в ручки брать уже не хочет. Потому что они уже такие полулысые, такие толстые, такие вот они все мясистые. Поэтому, как бы, вот мне даже в Телеграмму все, как-то это, в Синце, когда приехали, кто-то писал, господи, какие малышки, как вы их потом на запои отправите. Кто-то пишет, подождите, сейчас 10 дней, и вы заберете свои слова назад. Так что это, короче, нормальная история. И, пользуясь случаем, я приглашаю вас в свой Телеграм-канал. Почему у вас там еще нет, там столько новостей постоянно. Переходите, оставляю вам QR-код, ссылочку я вас там жду. А мы едем дальше, и я вам расскажу дальше. Это у нас брудер. А что же, куда же уходят птенцы, собственно, когда они вырастают из этих клеток? Естественно, курица растет, 50 штук здесь не поместится. Вот так вот выглядят эти клетки. То есть, по сути, это тоже те же самые клеточки у нас, только наверху, да, сетка. Здесь сетка побольше. То есть, получается, три моих пальца. Сейчас расскажу, для чего, да. И их больше. У нас в каждую клетку влезает 10 куриц. Вот, также помет падает сюда. Также вычищается, да. И также у нас два яруса. Вот вы можете видеть, у нас вот тут вот есть вот такие проволочки. Но, кстати, в помещении отсутствует свет по какой-то причине. Ну, разберемся потом. Вот такие вот. Для чего они нужны, сейчас покажу. Это я повесила сейчас для примера, потому что не те контейнеры. В общем, практически такой же контейнер мы вешаем на эти две железячки и наливаем туда воду. То есть, это выносная паилка. Очень удобно. Никто туда не какает. Никто туда корм не раскидывает. Ну, в общем, они просовывают голову вот в эти отверстия. Как раз-таки для этого и нужны такие широкие. Ну, сетка такая широкая. То есть, они спокойно пьют, они спокойно кушают. Они садятся, как правило, в одну линейку и меняются. То есть, никто не топчется, не травмируется, не царапается. Очень комфортно. И нам комфортно ухаживать, и им комфортно там быть. Выращивается бролер 40-45 дней. 50 дней мы иногда держим. Оптимальное время, когда корм, так как говорится, в коня. И, знаете, вес растет. Дальше держать уже не совсем выгодно. За это время тушки хорошо очень нарастают. То есть, у них масса чистого веса, ну, 2-2,5 килограмм. То есть, тушка и комфортная к продаже. Да, они все хотят огромную тушку. Наверное, 1,8-2,5 я бы так вот поставила вес. И плюс они хорошо лично, очень ощипываются, так как у них не начинается смена пират. И вот эти пеньки там. То есть, ну, все вот идеальное. Время забоя 45 дней. Забой производится у нас в цеху, где у нас есть пиросъемная машина, шпарчан, столы для разделки, раковины для мытья и так далее. То есть, у нас продуман на вот этот момент, чтобы нам было максимально комфортно, удобно, а самое главное, быстро сделать большой объем мяса. Я уже, знаете, не первое направление вам показываю. И вы могли заметить, что мы всегда стараемся максимально сделать комфортные условия, чтобы было приятно работать, не скучно и, главное, быстро и просто. То есть, у меня еще, в принципе, когда я сюда переезжала, мне говорили, зачем ты переезжаешь в деревню, тут так все сложно. И для меня как будто миссия была максимально это все упростить. Максимально это сделать все комфортно. То есть, если мы строим ферму, то это должна быть комфортная ферма. Ну, и для животных, конечно же, но и для нас, людей. Также мы ставим телевизор в теплицу, например, в луковой, да, чтобы было комфортнее работать, уютнее. Также, например, в цеху у нас долгое время стояла стиральная машина, потому что это очень удобно. Ты не тащишь домой ничего, всю эту грязь. Ты поработал, кинул, постирал, повесил, одел. Ну, то есть, вообще комфортно. Правда, машинка у нас долго не прожила. Она что-то не выдержала, видимо, напора. Может, старая была, не знаю. Но пока у нас нет стиральной машины, ну, и, в принципе, идеальный сейчас лайфхак для хозяюшек, это, знаете, вы наверняка слышали, порошок, который заливается кипятком, туда погружается сильно грязная вещь, достается, и вещь кристально чистая. Мне этот порошок спасал миллион тысяч раз. Покажу, как это работает. И мне кажется, у каждой хозяйки в заначке должен быть пакетик такого порошка для того, чтобы быстро, с легкостью отмыть любое загрязнение. Изиклин, пятновыводитель. 101 способ применения у него. Он без хлора, не вызывает аллергию, безопасен для детей. Также он безопасен для септика. Смотрите, мой белый твиттер, который Артем заляпал фломастерами. Вот у меня лежит уже, я не знаю, неделю. Мне все не доходят руки до того, чтобы его очистить. Вот, сейчас мы с вами сделаем и протестируем. А еще мы почистим сковородку. Мы посыпаем, посыпаем сковородку порошком. И далее заливаем крутым кипятком. Также мы с вами сейчас очистим вот это вот червенющее серебро. Да-да, это серебро, которое очень давно не носили. И опускаем наше серебро. О, черное, смотрите, как пошло. Мне кажется, он сейчас моментально просто очистился, походу. Что касается одежды, мы делаем все то же самое. Добавляем одну-две. Зависит от загрязнения. Заливаем кипятком. Ждем, когда весь порошок растворится. Это очень важно. Опускаем туда и манжеты рукава, потому что они тоже сероватого такого цвета. Наши полотенчики грязные. Запомните их такими. Опускаем и ждем 15 минут. Использовать такой порошок можно на коврах, обивке мягкой мебели, даже для засоров, для чистки вещей от запаха. Например, там каких-то лежанок для животных или лотков. От накипи, от жирности, от нагара, от пятен трудновыводимых. В общем, от всего чего угодно он отлично со всем справляется. Посмотрим нашу сковородку. Чистота. Все отмылось. Смотрите, как выглядит кастрюля после того, как я в ней серебро очищала. Вот так вот выглядит уже очищенное украшение. Просто блестит класс. Мой свитер. Так, это первая сторона. Свитера, как видите, нет пятен. И вторая сторона, как видите, пятен тоже нету. Было в центре прям. Вот, я уже не вижу пятен. Пистолетик прошел. Всего лишь 5 минут, а пятен вообще нету. Вообще ни одного. Просто все отстиралось. Такое можно купить на Валдберс на Озон. И сейчас на Валдберс на Озон скидки идут более 35% зимняя распродажа. Поэтому, если хотите попробовать, самое время заказать. Добавляйте в корзину свою, чтобы не забыть. И такая акция идет всего 3 дня. Поэтому успевайте. Ссылки активные я вам оставлю в описании под этим роликом. Я вроде все рассказала. Могла, конечно, чего-то забыть. Надеюсь, что нет. Вот. Ну, если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу на них. Или сниму следующее видео уже, чтобы наглядно вам показать.